всем приветики вот моя лампа светильник мой оптоволоконный и теперь я его улучшил еще больше получается я сразу делал как к нему сразу шло шел с розетки вот такой вот штекер и приходилось чтобы включить или выключить переворачивать и нажимать кнопку то есть ну получается вот он стоит и с розетки сразу вот этот штекер сразу шел в розетку и получается хочешь его включить поднимаешь нажимаешь кнопку вот она выключена включить и тогда он включается а что выключить и ставишь выключить переворачиваешь нажимаешь еще раз кнопку и это неудобно каждый раз переворачивать когда надо включить или выключить вот и поэтому я сюда сначала придумал такой вот штекер типа получается он прост вот он с розетки эта штука и как раз на нее надевается такой же штекер и вставляется вот сюда то есть это такая просто такой удлинитель на котором есть кнопка вставляется сюда а нет так не вставляется переходник нужен вот вставляется и включается вот мы включаем только там розетка отошла вот мы включаем и он работает она кнопка на нее нажимаем он погас нажимаем он загорелся также круче то есть не надо переворачивать вот он стоит я просто сейчас положил чтобы виднее было вот он так допустим стоит мой раз кнопку он выключился раз включился удобно но дело в том что как оказалось как мне объяснили светодиоды не любят повышение напряжения даже небольшого то есть если ему надо 4 5 вольта то ему и надо дать 4 5 вольта а 4 6 это уже для него много а ему дал вообще 5 5 то есть на целый вольт больше и дело в том что когда я придумал всю эту конструкцию эту кнопку потом к ней придумал сразу же просто конструкция показала кнопку не показала кнопка уже позже придумал я ходил такой весь радостный довольный собой вот очень радовался этому всему но потом у меня из-за того чтобы напряжение большое сильно перестал работать синий светодиод то есть мигал только красный зеленый синий уже перестал мигать я очень расстроился из-за этого уже написал продавцу а продавец такой вежливый блин вообще такой максимально там здравствуйте там извините простите там давайте я вам другое пришлю там вообще такой и вообще так пишет вообще максимально только видно что адекватный вежливый и с ним прямо приятно общаться он мне сам предложил другой товар прислать то есть я ничего не буду платить у меня еще один пришлет товар потом он посмотрел сказал товара нет в наличии предложил деньги вернуть на согласился а сейчас она заработала и я даже не знаю как это неудобно получается а еще дело в том что получается напряжение так как она повышена нужно понять как то напряжение я заказал в китае стапилизатор напряжения он как раз таки можно нём регулировать повышение или повышение напряжения ну вот и я жду пока он придет но я вспомнил что у меня еще есть регулировка для светодиодной ленты то есть тоже такой длинитель типа вот мы надеваем получается сюда же на эту штуку она удобно то что она такими штекерами идет и можно просто надевать друг на друга и не надо ничего мудрить димир называется он его фишка в том что крутишь вот эту вот штуку вот она включается и ярче становится потом крутишь она кстати этой полоски не было белой я сам нарисовал вот в этом положении выключена рисовалась полоску и видно хотя бы как как она идет уровень как двигается вот это очень удобно вот мы сейчас включаем допустим здесь включена здесь выключена и здесь включаем вот она сейчас не горит то что маленький уровень начинаем крутить и она начинает гореть ярче и ярче и ярче и вообще он ярко горит и он получается понижает напряжение я теперь через него запускаю даже так вот когда на максимуме она все равно светит тусклее чем без него хотя я померил тестером на максимуме она выдает все равно 55 вольт она светит тусклее не знаю почему я теперь так пользуюсь ну то есть на максимальном вот это на максимальном диммере на максимальном значении диммера но через него потому что если его снять подключить напрямую оно все будет ярче а так вот хоть он и на максимуме она тут тусклее хотя выдает все равно 55 не знаю чем это связано вот и синий свет этот диод заработал я тогда когда это все придумал но правда без диммера и я очень радовался очень прям был горд собой что придумал такую штуку а потом когда на следующий день она перестала синим светить и я так расстроился прям максимально расстроился подумал блин ну вот может быть слону сломалась но может быть я виноват получается так и есть что я дал на целый вольт больше и я вот как бы открыл спор мне уже верно как бы назначили возврат а она заработала и но я не знаю если она перед если она будет и так просто она вот получается перестала работать день постояла его не трогал и снова заработала и я теперь подключил через диммер и пока что нормально работает и если она и будет нормально работать то получается я зря зря вернул деньги надо быть как-то не знаю либо что-нибудь еще купить у продавца либо либо как-то так вот то что ну получается некрасиво получалось оси не будет то ну тогда тогда ну вот типа по этой причине хотя с другой стороны я сам виноват то что дал ему столько напряжения много то что светодиоды оказывается чувствительны к напряжению даже небольшое повышение напряжения для них как бы плоховато я им такое серьезное повышение дал поэтому но пока что работает вот если вот включить то он переливается всеми цветами с красного на зеленый и зеленого на синий то есть пока что все работает она сразу так работала потом вот синий потом перестала я так радовался ходил блин аж придумал и от розетки и от кнопки вот он раз на следующий день перестала и так расстроился вот там она полежала заработала сейчас подключил через диммер все работает но здесь так она и будет вот как то так теперь вот такая конструкция с кнопкой с диммером вот так кстати удобнее нажал кнопку она работает не надо переворачивать все такое вот такая конструкция но надо напряжение дать поменьше так что буду покупать стабилизатор ну вернее купил он уже идет и там уже буду подключать до до кнопки его выведу то чтобы сразу сюда приходило маленькое напряжение либо после ну а там же видно будет вот как то так на этом все всем покидава